Детская площадка Семья Белокуневых – ветераны парка Сабино. Гуляют здесь больше 17 лет. И говорят, что раньше парк был абсолютно заброшенным. Вечером здесь страшно было ходить. Преобразованиями довольны. Очень хорошее освещение сделали, очень много лавочек. Потому что летом, в хорошую погоду, тут народу, видимо, не видимо. Мамашки с колясками со всего района сюда съезжаются. Благоустройство разделило парк на две части. Рекреационную – для спокойного отдыха и культурно-досуговую. Здесь спортивная площадка для занятий воркаутом, зона выгула и дрессировки собак, амфитеатр, площадка для торжеств. Плитка вместо асфальта, велодорожки, гравийные тропы для прогулок, указатели. Все это сделали за год, после того, как предыдущий подрядчик сроки сорвал. Мы начали механизм, как реконструкцию парка завершить. Депутаты городской думы выделили нам денежные средства. Вот вы видите, что реконструкция парка завершена. Это, скажем так, основная такая мощная реконструкция. Ну, конечно, насчет этого работы много придется. Мы понимаем, здесь нужно поставить и зеленое осаждение дополнительное, потому что очень много убрали аварийных деревьев. По словам городоначальника, парк должен научиться пусть не зарабатывать, но окупать себя, чтобы бюджетные средства на него не тратились. Мы понимаем, что парк – это большая часть у нас сегодня зоны тишины и покоя. Мы постараемся эту большую часть, конечно, зону тишины и покоя оставить. Где-то будут определены места, где есть на него какие-то активности. Где-то нужно будет определить, нужно будет небольшое количество торговых точек общепита, чтобы люди могли покушать, сюда прийти. Торжественно самый старинный парк города откроют весной. Артем Тарасов, Виталий Ступаков, Первый Ростовский.